Существует мнение о том, что для эффективного руководства необходимо обязательным условием является обладание руководителем высоких интеллектуальных способностей, измеряемых в IQ. Но нет сомнений, потому что для любого разумного управления организацией необходимы определенные интеллектуальные способности. А с другой стороны, в настоящее время в лидерологии специалисты утверждают, что лишь только интеллектуальных способностей недостаточно, потому что человек является существом эмоциональным. И в этом смысле эмоциональные способности, не только когнитивные, важны, чтобы распознавать эмоции другого человека, чтобы управлять собственными эмоциями. В последнее время стали говорить о том, что существует так называемое когнитивное лидерство, теория которой опирается лишь только на обладание интеллектуальными способностями. И эмоциональное, что у каждого человека есть определенный эмоциональный интеллект. Эмоциональные лидеры – это управленцы, руководители, которые не только охарактеризованы тем, что они обладают высоким профессиональным мастерством, но также и проницательностью, но также могут разобраться в эмоциональном состоянии людей, с кем они общаются. Дело в том, что если вдохновлять людей, создать определенную положительную атмосферу эмоциональной оптимизма и состояние такого благодушия, то работоспособность людей повышается, производительность труда повышается. И в принципе люди чувствуют себя прекрасно, готовы трудиться, отдавать всего себя. И для разрешения конфликтов, для адекватного восприятия ситуации, очень важно учитывать эмоциональную составляющую тех людей, с кем руководителю приходится. Он должен проводить некие мониторинги собственного эмоционального состояния, уметь управлять своими эмоциями, уметь налаживать в своем коллективе обратную связь, когда люди могут в общем-то комментировать о том уровне эмоционального состояния, которое они переживают в тот или иной момент. С точки зрения когнитивного руководства, то здесь все внимание уделяется наличию способностей интеллектуальных. Ну что ж, на работу приглашаются люди, которые по определенным тестам зарекомендовали себя как обладающие высоким интеллектом. Ну а что происходит в том случае, если человек с высоким интеллектом не может сдержать свои эмоции, не может разобраться в той или иной ситуации. Получается, лишь только делать упор на когнитивных способностях недостаточно. Тем не менее, для того, чтобы быть эффективным в современном мире, интеллектуальные способности необходимо развивать. Они помогают человеку воспринимать окружающий мир, они помогают человеку адекватно оценивать показатели организации. Интеллектуальные способности помогают разобраться во всех сложностях тех или иных процессов и учесть все необходимые нюансы для того, чтобы выработать правильные решения, реализовать их и с пониманием дела. Конечно же, мы осознаем узость подхода, когда весь упор делается на когнитивное лидерство, потому что мы знаем, что лидерами очень часто становятся люди, ну, не обладающие высоким интеллектом. Тем не менее, за счет других определенных показателей, их характера, возможно, ценностей, возможно, даже восприятие их со стороны последователей, они становятся серьезными лидерами. Можно сказать, что эффективным лидерством не является лишь только интеллектуально или эмоционально. По всей вероятности, разный уровень интеллекта, разные знания, умения, необходимы руководителю для того, чтобы он был эффективным в организации или в каком-либо проекте.